здрасте всем друзья приветули у нас продолжается сетей skylines и передаю вам привет с островка цивилизации в котором опять нет интернета твою мать как это все надоело короче говоря друзья чем и сегодня будем делать с нашим городочком здесь он есть какие-то проблемы недостаточно образованных работников у нас в общем то есть потребность в промышленных зонах и мы прошлый раз разметили вот такой райончик к его неправильно обозвал опечаточка вышла ничего страшного бывает я надеюсь что я обидится короче мы начнем его уже потиху застраивать а также у нас здесь есть вот райончик в котором в котором мы уже все построили в плане жилых зданий а кстати сюда можно еще фермочки впихнуть и давайте впихнем их сюда можно даже много впихнуть к что-то вот я не вижу даже вот это да если очень сильно приглядеться то видно но вообще в целом их нету вот здесь нету инфраструктуры то есть нету больничек нету школ нету пожарных и так далее поэтому все это дело надо сюда тоже впихнуть у нас есть почти миллион денег уже кстати да классно в общем то это все надо сюда впихнуть и плюс разметить с точнее не разметить а немножко заполнить вот эту вот нашу фермерскую хреновину вот этот промышленный район для начала надо поставить сюда главное сельскохозяйственное здание она наверно они небольшое но давайте вот здесь по центру влепим вот так и соответственно это теперь у нас район сельскохозяйственный именно он прям определился именно так первый уровень можно поставить зерновой элеватор пастбищи для скота посевное поле и маленький фруктовый сад в общем-то это все мы тоже сделаем так очень попозже или нет давайте разбираться с этим районом для начала кстати вода в нем должна быть вода в этом районе поэтому давайте проведем воду опять таки все может быть не очень красиво мы это размечаем но не зато эффективно зато будет стопроцентное покрытие и электричество нас сюда провести электричество наверное мы сначала проведем его вот так а потом снесем эти линии электропередач есть подцепилась она тут должно подцепиться до подцепилась отлично кстати у нас теперь областной центр классно у нас доступна еще одна площадь территория кампуса кстати тоже можно будет сделать новое здание классные и крематорий да да крематорий открылся это кстати очень хорошо соответственно что нам что мы строим в этом районе в этом районе в первую очередь нужна больничка давайте а давайте начнем с крематория почему нет к так чтобы мог везде проехать можно прямо в парке крематорий поставить это плохая идея или не очень плохая давайте прямо в парке почему нет сды и люди рады можно строить и в парке давайте в центральном парке вот здесь у нас по бокам и будут все эти наши службы классные и соответственно дам больничка больничка которым блин а больничка то здоровая больничка тогда у нас будет вот здесь она покрывает здесь все все люди все люди сразу стали счастливы это замечательно соответственно из аварийных служб нужно большая пожарочка какая-то и в принципе вот здесь она кроет все давайте тогда здесь и и поставим сюда вот как-нибудь и все все стало замечательно теперь у нас все защищены от пожаров принципе пожарные и так сюда приезжали но делали это немножко дольше кстати вот здесь мне кажется нужна дорога соединяющие вот эти вот две области на сразу же дома стали улучшаться потому что сразу же все стало прекрасно для наших людишек и вот не знаю тропинки от тропинки здесь по-моему нигде нету как так тропинка нужно вообще и дорога здесь не помешает давайте вот такую простую дорогу мы здесь проведем минус пару домиков но ничего с этим не поделаешь теперь к этим зданиям пожарным будет чуть проще доехать до это все понятно теперь по поводу преступности полицейский участок тоже главное управление полиции большой мы поставим насчет доступно вместо тюрьмах 100 кстати может быть стоит и новую тюрьму поставить я думаю что можно строить вполне себе вот так вот в парке главное управление полиции тоже у нас все люди сразу же стали счастливы единственное кстати у меня есть идея хотя может быть не стоит оградить забором в парке хотя наверно не стоит не будем этого делать в общем-то с полицией у нас тоже все есть поводу мусора да у нас вроде как справляются наши перерабатывающие заводы использование свалок 40 процентов они все стоят в одном месте здесь принципе жалоб на мусор нету но если что у нас центр переработки отходов появился 15 мусоровозов 2024 тысячи в неделю он перерабатывает а вот этот утилизационный завод 48 тысяч в неделю перерабатывает выходная мощность нам загрязнения а здесь тоже загрязнения но тут больше и шума больше вся разница и этот плюс электричество и мусоровозов больше мне кажется вот эти вот утилизационные заводы пока что получше будут проблемы с электричеством нихрена себе сейчас будем решать но для начала утилизационный завод еще один впихнем чтобы чтобы было лучше да пускай работает что у нас по электричеству в электричество пошли просадки у нас кстати доступна уже нефтяная электростанция 120 мегаватт она нам даст это хорошо у нас по моему она уже есть да вот это же нефтяная электростанция да и дамбу дамбу мы можем поставить и что это геотермальная электростанция 80 мегаватт без загрязнения но шумит кстати можно переводить потиху на них солнечная башня у нас также есть 240 мегаватт она дает стоит падла правда не дешево 90 тысяч мне интересно работает ли она в случае дождя кстати уход в неделю у нее тоже очень большой ладно мы уже загрязняем эту самую среду нашу хотя с другой стороны а почему бы не давайте поставим вот здесь немножко шума дает но будет такая своеобразная достопримечательность она подключена в принципе к району поэтому сейчас у нас энергии должно быть просто охренеть сколько до далее по этому району мы к нему возвращаемся и у нас тут не хватает образования соответственно кстати да даже нет университета еще у нас еще нет университета и уже 4000 людей которые готовы учиться в университетах готовы учиться университета да но для начала давайте начальную школу мне кажется она даже потребуется в этом райончике ни одна давайте ее ставить ближе к заселенным районам можно кстати даже и не одну ставить давайте вот здесь одно всунем потом это у нас что он тоже начальная школа уже другого плана построим ее тоже вот здесь например пускай школы тоже будут некоторым будет далеко ездить в школу но но все равно не смогут далее старшая школа высшая школа мне вот это больше нравится внешне и и хватит одной это уже занято место уже занято вот здесь ее можно впихнуть или вот здесь вот здесь мне нравится как она будет смотреться или давайте там кстати есть самая художественная школа какая-то альтернатива скажем так высшая школа искусств до альтернатива средней школе давайте да она больше места занимает в общем то хочется мне ее всунуть и давайте здесь вот на отшибе тоже поставим она вполне неплохо здесь будет смотреться в общем то этот район сможет учиться высшей школе искусств и до университета надо обязательно тоже поставить или же не ставить университет, а где-нибудь поставить кампус. Например, вот здесь. Но туда далековато будет ездить. Или вот здесь, например. Кстати, можно, да, купить вот эту клетку. Давайте купим. Пускай будет. И вот эту можно, в принципе, потом взять. И поставить здесь кампус. Действительно. Отсюда сделать выезд и потом обустроить кампус. Но это, наверное, не сегодня. Хотя университет, наверное, тоже был бы неплох. Давайте тогда, мы знаете, что сделаем? Мы к этому району поставим университет. Институт современных технологий. Можно поставить университет и университет. Давайте поставим институт современных технологий. Как бы альтернатива университету, но выглядит получше. Будет охватывать вот эти вот два наших первых района. Будет такой вот нормально. Он здесь будет стоять. Будут людишки здесь учиться. Охватывает все. Все, конечно, туда поступить не смогут. Но кто успел, тот и съел. В общем-то будет высокий проходной балл тогда. Да, конкурс большой будет. С этим у нас понятно. Также у нас есть общественный транспорт, которого у нас в городе пока что нет. И, наверное, уже пора прокладывать какие-то маршрутики. Водички нет у нашего университета. Как так-то? Дайте попить людям. Студенты хотят пить. Сейчас должна будет у них быть водичка, да? Да. О, кстати, парк Романовича достиг первого уровня. Точнее третьего уровня. У нас появилась беседка и беседка два. Обязательно всунем. Беседки это классно. Что у нас здесь не так? Недостаточно образованных работников. Ну, скоро у нас появятся люди с высшим образованием, так что не проблема. Уже 405 учащихся, да? Люди идут учиться. Молодцы какие люди. Пускай учатся. Так, что? А у нас тут пробка. Опаньки. У нас пробка на въезде в город. И это не очень хорошо. Я не люблю пробки. Ладно, с этим будем что-то думать. Также у нас есть развязка, которую я хочу переделать. Все еще. Да, я ее уже буду перестраивать третий раз, что называется. Но что-то вот мне не имется. Хочется ее переделать. Но это, видимо, потом. Давайте займемся промышленностью. Промышленность наше все. Промышленность это деньги. Промышленность это доходы. И соответственно, что мы можем здесь всунуть? У нас есть добывающие здания какие-то, которые будут перерабатывающие здания это все делать. Уникальные фабрики. Короче, все понятно. Тут очень много всего будет открываться. Но начнем мы пока что. Кстати, мы же можем уже здесь. Да, мы уже можем здесь статистику какую-то смотреть. Есть политики, улучшенная логистика, улучшение техники безопасности труда, передовая автоматизация. Это мы все потом почитаем что-нибудь потом применим. Общая прибыль пока что минус 160. Ай-яй-яй. Как же так? Ладно. Нам надо всунуть сюда пару полей для того, чтобы добывать злаки. Правильно? Маленькое посевное поле. Слушайте, они идеально вмещаются вот здесь вот. Поэтому бздынь, бздынь, бздынь. Во. Мы всунули сюда три поля. Вот внешний вид можно менять. Кукуруза, пшеница, конечно же пшеничку. Будем выращивать пшеничку на всех трех полях. Пшеничка, я сказал. Да. Во. У нас есть три поля с пшеничкой. Будем выращивать ее. Добыча 3 тонны. Собственное производство, импорта нету. Злаки. Ну понятно. Оно сразу все это не раздуплится. Будем смотреть. Также эту самую пшеничку надо где-то хранить. Поэтому надо поставить зерновую башню. Маленький зерновой элеватор. Да уж, он совсем маленький. Давайте его поставим. Вот здесь есть как раз место. Прямо около полей. Около главного управления. Можно их даже два. Нет, два мы их не можем поставить. Будет один. Есть у нас статистика. Режим хлонения сбалансированы. Я еще никогда этим не занимался. Поэтому простите меня за тупняк. Мне это очень все интересно. Буду читать. Соответственно, маленький зерновой элеватор используется для хранения сырьевых материалов сельского хозяйства. Есть сбалансировано заполнение поражения. Злаковой культуры производится всеми добывающими предприятиями сельского района и сельскохозяйственными зонами. Может импортироваться за деньги. Может экспортироваться за деньги. В общем-то, давайте мы поставим пока что просто тупо заполнение. Хотя, мне кажется, он начнет импортировать все. Не хочу, чтобы импортировать. Короче, сбалансировано. Пускай будет. Будем смотреть. 12 фур здесь можно. 12 фур есть в распоряжении нашего вот этого элеватора. Будет, короче, что-то он возить. Есть вот здание. 37 работников здесь работает. Но вот вроде как спрос есть, но люди сюда работать не хотят идти. Хотя, может быть, просто нужно время, чтобы это все дело раздуплилось у нас. Также, что еще мы можем здесь поставить? Маленькое пастбище для скота. В принципе, тоже пускай будет. Давайте только через дорогу. Вот здесь вот мы поставим. Оно уже будет давать какой-то шум. Я думаю, ничего страшного. Что у нас? Здесь уже какие-то проблемы. Мы можем коровы, шотландские коровы, свиньи и овцы. Давайте из коров. Будем молочко добывать. Соответственно, из них будут добываться животные продукты. Тоже уже здесь работают некоторые работники. Им требуются злаковые культуры. И что у нас есть в хранилище? В хранилище уже есть 50 тонн. Соответственно, короче, этой пшеничкой будут кормиться коровки. Коровы будут жрать пшеничку? Серьезно? Ладно, пускай жрут. Мы не против. Соответственно, производство идет 4 800 в неделю. И ну и соответственно остальных, видимо, то же самое. Хотя может быть, когда здесь будет больше работников, может быть, станет и больше. Коровы, кстати, мы мычат. Вот такие вот у нас коровки. Можно на них даже посмотреть чуть ближе. Прикольно. Они мукают с гигантским эхом. Короче, здесь будут есть вот такие грузовички. Людям есть где работать. Это хорошо. Во! Наш райончик. Он классный. Здесь уже в среднем здание 3 3 уровня будут расти. Стиль по умолчанию. Кстати, можно вон даже... Давайте Modern City Center стиль поменяем. Правда, это чревато тем, что сейчас все здания нахрен снесутся и капец им будет. И я потом пожалею об этом. Давайте вернем все как было. Стиль по умолчанию. Ну его нахрен. Сейчас начнут перестраиваться здания. Будет жопа. Так, с этой вот развязочкой надо что-то делать. И в общем-то давайте, да, что-то делать. Здесь у нас двухполосная дорога. Давайте-ка мы вот это вот все дело снесем. Соответственно, поставим дальше здесь такую же вот дорожку с деревьями. Небольшую. И соответственно, сейчас в эту дорогу должно будет войти шоссе. Давайте вот здесь вот так вот продлим. И здесь его соответственно точно так же продлим. И соответственно, сделаем вот тякот и сделаем полина. Как бы это вот ровно сделать, а? Вот так вот. Нет? Плохо. Плохая идея. Ладно. В любом случае хочет идти вот по кривой, да? Ладно, давайте продлим аж до сюда. Это все попытки. Я не очень хорошо понимаю, что из этого выйдет. Но в общем-то мы попробуем. И здесь нахрен все сломалось. Ха! А что вот это здесь за такой кусочек некрасивый? Да. Из меня строитель тот еще. Вот так вот. Возвращаем все как было. Соответственно, отсюда вот сюда. А отсюда вот сюда. Вот такое вот шоссе. Если кому-то сильно надо будет, они смогут перестраивать. Слушайте, а вот это мне уже нравится. Из шоссе. Давайте только мы еще движение по полосам им сделаем, чтобы здесь не было никаких разворотов. Соответственно, отсюда люди едут только сюда. Отсюда едет только сюда. Отсюда только сюда. Это логично. Выезд из города. Соответственно, отсюда едут только сюда. Отсюда только сюда. А из крайней левой можно будет еще и развернуться. Вот так вот. Соответственно, с этим перекрестком у нас понятно. Еще надо вот с этим что-то тоже порешать. И у нас основной трафик идет куда? Непонятно, куда у нас идет основной трафик. В общем-то, пускай пока будет так. Прямо везде дадим доступ им ехать. Посмотрим, рассосется это все дело или нет. Хотелось бы, конечно, чтобы рассосалось. Если что, здесь можно, кстати, еще будет потом кольцо сделать. Это, кстати, тоже верняковый вариант. Но, видимо, пробки здесь будут. Ладно, в любом случае, здесь нужно время, чтобы понять, рассосется это все дело или нет. А мы возвращаемся к нашему промышленному району и смотрим, что у нас по работникам. Работников не хватает. 13 из 20. Я не знаю, это нормально или нет. 40 из 50. И на пастбище 12 из 25. Вроде как. Хватает пока что этих самых злаковых культур. Тут даже хранилище трохи набивается. Это хорошо. Надо взять вот так вот по району статистику. Что у нас тут? Добыча 14 тонн. 12 тонн злаков идет. Это я не знаю, потери что ли? Добыча 14 тонн. 12 тонн выходят со злаков. Как-то это нелогично. Соответственно, 9 тонн идет у нас на выпуск. И 2 тонны требуют животные продукты. Которые тоже пойдут сколько-то там на выпуск. Прибыли пока что нихрена нету. Ну да, есть уход. Есть какой-то доход минимальный. Ладно, будем смотреть как у нас тут что происходит уже со временем. Так, пробка рассасываться особо не желает, да? Налево идет много трафика у нас. Давайте поставим третье время, чтобы посмотреть что тут и как будет происходить. Все хотят в левую полосу. То есть у нас самое большое количество трафика идет сюда. Вообще есть тут даже какие-то шменюшки о том посмотреть направление. Трафик это не направление. А как маршруты посмотреть? Наверное вот это, да? Маршруты эвакуации. Нет, маршруты. Кстати, эвакуация, да. Сейчас мы вернемся к этому. Вот это у нас что? Транспортные маршруты. Но это транспорт. А вот как люди куда ездят? Это ладно. Короче говоря, есть здесь небольшие пробочки. Но в любом случае стало лучше, чем было раньше. Прямо трафика особо много нету. Налево самым больше. Соответственно, надо из второй полосы разрешить поворот налево. Потому что прямо есть самое мало. Из второй полосы разрешить поворот налево. А из третьей сделать только налево. Давайте так и сделаем. Даже чтобы было прям четко. Включаем опять первую скорость. Соответственно, отсюда вы едете сюда. Отсюда вы едете вот сюда. И вот сюда. А из вот этой полосы едете направо и прямо. Вот так вот. Соответственно, включаем промотку времени. И что-то не все хотят, в общем-то, пользоваться этим поворотом. Здесь тоже они больше, видимо, в левую хотят. Хотя, не знаю, в общем, как это будет работать. Есть тут машинки, которые тоже будут проезжать. О, пошло уже перестроение в правый ряд. Не знаю, как это работает. Можно убрать здесь, чтобы указание, в какую полосу им ехать. Есть тут возможность это все просто стереть. Есть. Да. Давайте сотрем. Можно просто поставить, просто поставить знаки. Вот такие вот стрелки. Соответственно, из полосы 1 поворот налево и прямо. Из полосы 2, нет, прямо отставить. Из полосы 2 прямо налево. А из полосы 3 прямо направо. Вот так вот пускай будет. Надеюсь, из этого выйдет что-нибудь путное. Тут еще, да, проблема в том, что много трафика налево. И им приходится пропускать тех, кто едет отсюда прямо. Можно здесь, кстати, убрать светофор и сделать эту дорогу главной. Например, главную дорогу вот отсюда налево. Которая будет идти. Хрен его знает. Надо подумать еще. Пробка, кстати, образуется большая. Она собирается еще на мосту. Это плохо. Нужна, значит, здесь какая-то развязка, которая без светофора. Кстати, давайте уберем. Не, если светофор убрать, тут вообще жопа будет. Ну ладно. Давайте уберем светофор, действительно. Просто его убираем. И, соответственно, это у нас будет главная дорога. Здесь у нас будет, не знаю, что из этого выйдет. Может быть, пробки начнут собираться где-то в другом месте. Пока оставим так. Я понимаю, что это довольно-таки абсурдное расположение знаков, которое сейчас здесь стоит. Но вот и первые пробочки у нас пошли. Причем она такая, я бы сказал, большая. Это самая пробочка-то. Не, здесь полная вакханалия. Надо ставить светофор. Надо ставить светофор. Можно чуть побольше времени сделать зеленому свету с этой стороны. Не знаю. Больше у меня пока что идей нет. Ладно, посмотрим. Ёшкин кот. Тут все плохо. Но трафик, да. Трафик немножко туповат. В любом случае, мы это дело немножко разгрузили. Было до этого намного хуже. Поэтому оставим так. Далее. Что мы хотели сделать? Убежище. Да. Я совсем забыл про убежище. Они у нас находятся, по-моему, вот здесь. Поставим большое убежище. Можно даже в парке его всунуть. Вот здесь. Мне кажется, вот здесь хорошее место. Не будет даже дорожкам мешать. В общем-то, все люди отсюда, если что, смогут скрыться. И можно маленькое убежище, кстати, всунуть. Вот здесь, за главным зданием. Чтобы люди, которые работают на ферме Халфа, тоже могли как-то спастись, если что. Отсюда, ну, доходит не так хорошо, чтобы было. Правда, у нас давно уже не было катастроф. Это, кстати, может быть и не очень хорошо. Метеорадиолокатор. У нас же уже есть один, да? Или мы его не ставили, потому что он не особо-то сильно и нужен. Давайте поставим. Вот прям вот здесь. Да, он ставится только один на всю карту. Ну и ладно. Будь цунами, смысла в нем нету. Датчик землетрясений у нас стоит один. В центре, в принципе, пока что его хватает. А по радио, кстати, по поводу радио. А вот здесь вот можно и вышку всунуть. Только единственное, давайте ее вот так вот треногу эту повернем. И всунем прямо вот здесь. 25 тысяч, и она охватит весь район. Да, у нее очень большой охват. И кампус она тоже будет охватывать. Это очень хорошо. Так что, если что, наши людишки смогут спастись. Вода, еда, электричество. Все есть. 10 тысяч человек сюда смогут спастись. Если что. 10 автобусов будут их собирать потом. Ну, как правило, мы довольно-таки заранее сейчас будем узнать обо всех катастрофах. Если метеорит какой будет лететь с неба, или будет какая-то страшная гроза. У нас есть радиолокатор, метеолокатор, вот этот дальний космос. Все, короче, вся эта хреновина есть. Поэтому мы сможем заранее все, все определять. Слушайте, может быть здесь... У меня есть еще одна мысль по поводу района. Сделать такой круглый район, тоже большой, с высокой плотностью. И может быть именно здесь его и всунуть. Потому что кампус такой здоровый делать смысла нету. А кампус сунуть сюда. Что тоже было бы неплохо. А еще мы неплохо так засрали нашу реку. Что не есть хорошо. Ну ладно. Никуда от этого не денешься. Потом поиграемся с этими водоочистными станциями со всеми. Так, ферма, ферма, ферма. Что у нас по ферме? Вроде как у нас все неплохо. На первый взгляд. 8 тонн, 12 тонн добычи. Уже 22 пошло. Собственное производство и импорт у нас появился. Мы импортируем, чтобы экспортировать. Гениально. Это работники до следующего уровня. 130 и 150. Что-то народ не очень хочет идти. Но вместимость работников... А, 135. Люди идут. Сейчас еще высшее образование у них появится. И все будет классно. Да. Животные продукты уже кстати тоже экспортируются. И у нас уже пошла прибыль. Это хорошо. Я люблю когда есть прибыль. Но надо сюда еще что-нибудь всунуть. Давайте наверное раз у нас злаковых продуктов требуется не очень много. Всунем еще один коровник. Только это будет уже не коровник. А какая-нибудь я не знаю овчарня. А, кстати у нас еще есть маленький фруктовый сад. Я тоже его хочу. Давайте у нас будут стоять они вот здесь вот. Вот тякают. Бздынь и бздынь. Два фруктовых садика, да. Груши, теплицы, апельсины и яблоки. Хочу апельсины. Я люблю апельсины. Они оранжевые такие прекрасные и вкусные. Еще у меня не на них аллергия. Поэтому в общем-то беда. Что у нас здесь не так? Недостаточно сырья. До какого хрена? Я хотел еще один коровник ставить. У нас не хватает злаковых культур. Опаньки. Достиг второго уровня. Бонусы района. Эффективность плюс 4%. Загрязнение минус 10%. Мельница, пекарня. Короче, у нас куча всего. И это мы будем развлекаться уже в следующий раз. Да. Вроде как сегодня мы большой объем работы сделали. Надо нам будет заниматься уже обустройством нового района. Пробка здесь кстати рассасывается со временем. Это тоже очень хорошо. Все хорошо. У нас кстати деньги тоже пошли в плюс. Несмотря на наше новое здание. Что у нас здесь? Здесь заполнена свалка. Очищайся раз заполнена. Здесь у нас 33% заполнено. Здесь у нас тоже 32%. Надеюсь наши заводы справляются. Пускай справляются. Отлично. В общем-то друзья. На этом я закончу. Такая вот серика у нас получилась. Обустроили мы наш райончик Микантара парк. Немножко начали мы обустраивать ферму Халфа. Что тоже хорошо. Позаботились о инфраструктуре какой-то об убежищах. В общем-то здесь тоже все хорошо. Купили клеточку. Здесь у нас будет новый райончик. Не знаю в честь кого пока что я буду его называть. Но в общем-то что-то из этого обязательно получится. Если долго мучиться что-нибудь получится. Знаете такую поговорочку. Так что друзья. Все в нашем городе хорошо. А вы не забывайте про лайкусики. И про комментарии. Обязательно. Да. Их должно быть дохренище. Я хочу. У нас такой классный парк. Слушайте хороший парк. Он мне нравится. Можно прогуляться. Тут можно и покушать. И даже в туалет можно сходить. И в шахматы можно поиграть. И люди вон даже играют. Молодцы какие. Короче говоря. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем всего доброго. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова